итак гигант подмосковья листья видели листья видели видели плоды видели на одном только вот что то есть такое чуть чуть парше чуть чуть но в целом этот год дождливый мокрый этот сорт выдержал достойно нарядные фирмы следы парши нету значит тоже замечательный сорт как раз для таких для региона с таким уровнем влажности быстренько это перестанцируемся нет лучше через сад того стоит этот сад вот кстати почему вы никому не нужны я вам всем говорю ну приезжайте на собирайте у меня таких деревьев десятки вот уже вам жалуюсь сколько можно было варенья наварить не могу я воздевившим стоять настроение пальцы а вот эти кто-то ободрал нету на это птицы они выбирают самые вкусные эти дегустаторы еще тех вот да пусто а я жалуюсь ну хоть птицам досталось быстренько возвращаемся грушам кстати мало одну каждую пройти мимо то вот они молодые шелковицы которые остались это самое специально это на постоянном месте а это чуть-чуть пересажены посмотрите я сам поражен я сам поражен я поражен что творится это же не просто так это кровь и все прочее здоровье о начали сыпаться ранец ки они уже действительно на старом дереве которого 35 лет они сильно измельчали но это отдельная тема вот заряжу батарейки на сегодня несете вот поговорим про нет к тоже им цены нет у него многих отношениях важнее круто плотных хотя бы по качеству плодов и так мы с вами что видели нарядную филу мы не можем туда залезть но вы согласитесь что даже чисто внешне что здесь нет нету поверили возьмем тогда дерево которое помоложе сейчас еще раз пробегимся речь идет уже о парше а не о самих плодах вот нет парше а чем вы выдумали нет нет парше нет парше вот осенний якорь а то что тоже называю плоды слаще поцелуя смотрите внимательно чуть 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 но в целом плоды чистая то есть 95 процентов чистых это достижение вот лада лада она отошла уже видите это все по данка полу остатки мы ее больше всех трясли и первую собрали вот сейчас просто ничего говорить не буду скажете обманывая наконец сейчас мы подходим вот к этому дереву внимание что я вижу вот это да узнаете это так называемая плодовая гниль для меня тоже парша но и много названий придумали видели неужели она на дереве и вот оказывается есть сорт это старое дерево скоро 30 вот и вдруг что я вижу именно этот сорт смотрите вот именно этот сорт не выдержал сырости и сейчас делаю выводы смотрите внимательно это моем саду но мой сад экспериментальный я когда 25 лет назад вы думаете я тут что-то понимал в этом деле груши же хуже всех пошли в сибири вот почему но к не занималась а мы любители по обошли и но папа не сразу посмотрите вот смотрите и вот теперь вы получите команду помните я недавно и сегодня же но фильмом двумя раньше я показывал яблони а вот и на отдельных на антоновке за другие чистейшие деревья сорта тоже розмарин вот та же мелба на них нет парши а на антоновке была я сказал перехожу грушам вот она смотрите видели видели что получается теперь два пути первое я могу эту ветку просто отпилить возможно я так и сделаю посмотрите во что она превратилась старая ветка глядите это причина вот такого состояния дерева мороз пополам с влажностью вот это вот сумме дает вот это гниение и эта ветка сама отсохнет видите уже посмотрите как она выглядит посмотрите посмотрите видите вот и вот тут то придумывают я утверждаю что это к сожалению обвинение даже науки это разуйте глаза панове сглуза сихалы что вы творите то что вы думаете а гниль и давай бороться с этой гнилью давай заливать ядами которые не помогут ни капли хоть килограммы тонны летие ничего не изменится ничего это только от влаги зависит и не нужно ничего делать с этим деревом вот если здесь смотрите еще можно взять вот эту вот видите вкуснейшая груша но просто ей не повезло она не рассчитана эта груша на жить таких условиях 40 градусные морозы и плюс еще и это лишняя влага и вот результат это не садовая гниль это парша вы можете сказать еще когда вы видите вот такое скажите парша а уже когда увидите вот такой вот скажут ух садовая гниль все это чем пуха да это грибы то они едят дерево которое умертвлено природой самой природой в данном случае влажностью а которая целая но вкуснейшая так убирать не буду потому что здесь еще а она не передается она не враг не вздумайте их брать убирать это собирать сжигать ничего не делать она безобидно вот так вот и будет запомните вот так вот видите почему она перекинулась на соседнюю это вот да потому что там сыра 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 вот и почему не выдерживает а это тут же я сейчас закончу снимать и что я сделаю фотографии на вебинар показывать доказывать да что это такое у меня нет слов почему самые элементарные вещи недоступны для науки почему никто не проверяет то же самое почему вы не берете такое дерево и другое такое которое залили тонны яда химиката увидите что не помогло хуже стало эти тонны яда химиката и по это уничтожает еще почву водородие почвы бактерии все уничтожает вот так каждый год у меня здесь остаются полу гнилые нихрена от них вреда нету все перегнивает без остатка а то вот это передастся дерево это инфекция чушь собачья как назвать фильм чушь собачья опять разволновался подовы не сходите с ума а оставьте деревьев покоя вы искренне работать многие из вас действительно ученые но вы искренне наученная лженаукой вы искренне помогаете только грабить народ вот распространяет то что нужно не делать вообще то есть не покупать это химикат благодарю за внимание